Стереометрия В книжке Шарегина и Траслова «Задача по стереометрии» Там есть вступительный параграф Чуть больше десятка задач Которые должны были показать геометрическую интуицию Начали решать со школьниками Решили одну, вторую Дошли до такой задачи Есть куб К каждой грани которого Пририсовали еще один куб Сверху, снизу, слева, справа, спереди, сзади, по кубикам Всего получилось 7 кубиков Доказать, что на такие многогранники Можно разбить все пространство Представьте себе таких ежиков Их можно прикладывать Так, что они, конечно, гранины Иногда будут как-то друг к другу примыкать Но все пространство Будет в этих ежиках То есть каждый кубик будет однозначно К одному из ежиков отнесен Отлично! В книжке написано Посмотрите на картинку, как они располагаются Я посмотрел Вижу, что неверно Картинка неверна абсолютно Господа Это замечательный пример Настоящая геометрия Это хорошо написанная формула Я напишу вам сейчас формулу, которая решает эту задачу Ну, например, так Давайте Напишем 3x плюс 2y плюс z должно делиться на 7 Рассмотрим множество таких точек с целыми координатами Для которых z сравнимо с минус 3x минус 2y, по-моему, и 7 Если в эти точки поместить центр кубиков Ну, естественно, взять и 7 единичных кубиков То тогда получится то самое разбиение Давайте я сейчас это быстренько объясню Идея очень простая Когда вы переходите по оси абсцисс То вот в этом выражении вы меняете x, не меняя y и z В результате, когда вы сдвигаетесь на вектор 1, 0, 0, то это выражение увеличивается на 3 Когда вы идете в противоположном направлении, то, соответственно, получается минус 3 Минус 1, 1, минус 2, 2, минус 3, 3 Замечательно Так это означает, что, когда вы, вычисляя вот такую линейную форму, получаете значение, то вы знаете, что это будет за кубик Вот, например, вы получили величину 2 Это означает, что из центрального он получен с двигом на вектор 0, 1, 0 Если кому-то из вас все-таки кажется это недостаточно наглядным Давайте я сделаю так Я нарисую сетку, считая, что она вся состоит из единичных квадратиков Между параллельными прямыми, где расстояние равно единице И пространство тяжело рисовать, поэтому я сделаю так Представьте себе, что здесь расположен некоторый центральный кубик Вот это вот начало координат Точка с гранатами 0, 0, 0 И теперь я напишу, на какой высоте над вот этим вот, что это за столом У нас будет центральный кубик над этой клеткой То есть смотрите, что я сделаю Я формулу 3x плюс 2y плюс z Вместо x подставлю единицу Ну и какое минимальное z, чтобы делилось на 7? Понятно? 4, да? Вот, если я подставлю вместо x двое, то там будет 6 Что надо прибавить? 6, чтобы делилось на 7 Единицу надо прибавить Если в x вместо x подставить 3, то 9 По-моему, 9 плюс 5, да? 9 плюс 5 будет делиться на 7 Ну и так далее Давайте посмотрим Скажем, если вместо x подставляешь минус 1, то здесь будет 3 Здесь будет число 6 4 Чего 4? Нет, не 4 Минус 2 подставляем Нет, если минус 1 Да, если минус 1, то будет 3 Какое число надо прибавить? 3 Чтобы делилось на 7 Вот Здесь, соответственно, будет 2 Вот Ну, не знаю, мне кажется, что более-менее понятно Наверное, даже понятно, что здесь у нас будет 5, да? И дальше будет повторяться периодически Ну хорошо А следующий слой какой? Здесь, по идее, все строчки будут одинаковыми Я думаю, теперь пространство воображения должно сработать А что? Представьте себе Вот у нас кубик во все стороны Как вы считаете, он с этим подерется? Нет? Чтобы подраться, они должны быть на одном уровне Правильно? Правильно? Здесь нигде нет рядом одинаковых чисел Разве нет? Посмотрите, вот Если действительно разложить Да, еще имеется в виду, конечно, что это число это не просто ноль А все числа, делящиеся на 7 Соответственно, здесь тоже Все числа, дающиеся на 2 Проделение на 7 И так далее В общем, я не знаю, как еще понятнее объяснять Наверное, надо просто внимательно посмотреть Ребята, действительно, это не нужно Настоящим решением задачи является эта одна строчка 3х плюс 2х плюс z Все Она создает решетку Понятно? И именно в узлы этой решетки надо поместить в центре центральных кубиков Ну, когда я это понял, я подумал А нельзя ли взять еще какие-нибудь примеры? Например Можно ли не по 1 кубику добавить, а по 2? Тогда будет, конечно, не 7, а 13 единичных кубиков И ежик становится уже таким серьезным Конечно, можно пойти в мастерскую, заказать ежиков Потом сидеть, складывать их Но можно взять проще Можно написать такую форму 4х плюс 3у плюс z И спросить, для каких целых точек x, y, z 4х плюс 3у плюс z делится на 13 Давайте так же, как в прошлый раз поймем Если вы сдвигаетесь на плюс минус 1 по оси ассис То вы, соответственно, получаете сдвиг То ли на 4, то ли на минус 4 Если вы сдвигаетесь на 2, то получаете плюс-минус 8 Ну, плюс-минус 8 это то же самое, что минус плюс 5 Модуль 12 Хорошо Теперь Сдвигаетесь по оси y на 1 Это будет плюс-минус 3 Сдвигаетесь на 2 Плюс-минус 6 Хорошо Заметьте, пока никаких пересечений Все в порядке пока И, наконец, по оси z Сдвигаетесь на единичку Это будет плюс-минус 1 И сдвигаетесь на двойку Плюс-минус 2 Господа Все нулевые останки получились ровно по одному разу Таким образом И заметьте, я не обязан рисовать вот эту таблицу Это была просто моя такая попытка как-то объяснить Но таким образом мы получаем замечательный совершенно геометрический факт Пространство можно разбить на 13 Каждая из 13 кубиков состоящая в многограннике Вот это и называется решетки в пространстве Что значит задать какую-то решетку? Это значит задать несколько векторов Ну, нужно, чтобы они не были линейно-зависимы, конечно И рассмотреть всевозможные комбинации с целыми коэффициентами Давайте для вот этих вот двух наших решеток Уж раз они у нас возникли по поводу геометрических задач Найдем базис Давайте пойдем в самое первое Нас интересуют все точки, для которых 3x плюс 2y плюс z делятся на 7 Я могу взять абсолютно произвольное значение x, скажем, единицу у взять 0 z взять минус 3 Это один вектор Другой вектор 1 минус 2 0 0 И еще вектор 7 0 0 Они не прождают А не прождают они вот почему С какими бы коэффициентами я не взял эти три вектора У меня обязательно У меня обязательно z будет делиться на 3 А y будет делиться на 2 Нельзя Хорошо Давайте тогда пойдем другим путем Наоборот Здесь возьмем единицу А что тогда взять на место x Какое число Выножение на 3 В сумме с единицей Будет делиться на 7 3x плюс 1 Должно делиться на 7 Какое разумно взять x 2 2 Конечно Такое вектор Есть Так Теперь давайте Здесь напишу 0 Здесь напишу единицу И теперь так 3x плюс 2 Должно делиться на 7 4 4 Отлично Ну и Итак, кто тут боится Давайте все-таки строго докажем Почему То очень легко Смотрите Если нам дали Вектор x, y, z Для которого 3x плюс 2y плюс z делится на 7 То Мы же можем сделать так Мы можем написать Вектор 2z 0z Прибавить к нему 4y 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 0 И Написать то, что останется Давайте посмотрим, что у нас останется Останется x минус 2z минус 4y 0 Ну Давайте теперь подумать Подумаем x минус 2z минус 4y Как это число связано с этим? Да очень просто Если умножишь на 3, то получится 3x минус 6z А что такое минус 6z? Это Плюс z минус 7z Минус 12y А что такое минус 12y? Это Плюс 2y Минус 14y И вот все видно Вот это вот 3x плюс z плюс 2y делится на 7 А 7z и 14y тоже делятся на 7 Таким образом Вот это вот первое число Как раз делится на 7 И значит является Каким-то кратком вектора 7,0,0 Ну Теперь простой вопрос А как, что называется, на глаз отличить Вот эту Я ее тоже, вроде, писал, старался Систему векторов От этой Идея простая Есть Пролепит Натянутый На образующий вектор Его объем Это Определитель Если вы Посмотрите на Определитель Вот такой вот матрицы 1 0 Минус 3 1 Минус 2 0 7 0 0 То Разлагая По Нижней строчке Вы получите Что это 7 умножить На такой вот Определитель То есть это Минус 42 То, что минус Не страшно Потому что Соответственно Ариентация Просто Нас в общем Модуль Этого Определителя А вот то, что 42 Плохо Потому что У Вот такой Модельцы Смотрите 2 0 1 4 1 0 7 0 0 Опять Разлагая По нижней строчке Получаем Определитель Минус 7 А минус 7 Конечно Меньше чем То есть Вот эта вот Решетка Является Частью Решетки Такой А именно Каждый шестой Вектор Из вот этой вот большой решетки Входит в эту Ну Пока Не очень Понятно Вроде бы Я говорю Какие-то такие Детские слова Просто Рисую Какие-то Кубики Между тем Если Чуть-чуть Подумать На тему Этих решеток То Вы обнаружите Что Во-первых Мгновенно Получается Основная Теорема Об Абелево Группах Потому Что Любая Конечнопрожденная Абелево Группа Является Фактор Группы Свободной Конечнопрожденной То есть Решетки С этой степени По Какой-то Ее Подрешетке Да Так что Если Хоть Немножко Подумать То Получается Просто Всех Конечнопрожденных Абелево Групп И Еще Одна Важная Вещь На этом Примере Довольно Хорошо Видно Что Такое Сопряженная Решетка Скалярное Произведение Называют Ах Плюс Б Игриф Плюс Ц З Решеткой Сопряженной К Некоторой Другой Называют Такие Векторы Что Их Скалярное Произведение С каждым Вектором Нашей Рассматриваемой Решетки Является Целым Числом Вот Давайте Посмотрим Конкретно В нашем случае Вот У нас Есть Такая Решетка Пророжденная Ректорами 2 0 1 4 1 0 7 0 Или То же самое Решетка Состоящая Из Таких Целых 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 Точек Что 3х Плюс 2х Плюс 2х З Это Держится На С Какими Могут быть Числа А Б Ц Чтобы Обязательно Вот Такое Скалярное Произведение Было бы Числом Целым Давайте Собственно Сделаем простую Вещь Давайте Прямо Напишем Должно Быть 2 А Плюс С Это Должно Быть Целое Число Должно Быть 4 А Плюс Б И 7 А Тоже Должно Быть целым Отлично Давайте Распирация 7 А Число Целое Значит А Можно записать В виде Какое-то целое число Делить на 7 Отлично В таком случае Б Это Какое-то другое Не взять Может быть Такое же Но Целое число Минус 4А Минус 4Н Делить на 7 Ну и С Это Какое-то Число Минус 2Н Разделить На 7 Отлично Вообще-то Мы Получили Довольно Понятную Вещу Ну теперь Надо Взять Одну из букв КМН Единицы Другую Нулями И у нас Получится Вектор Когда Н Везде Единица АМ И К нули Это Такой Вектор Одна Седьмая Минус Четыре седьмых И Минус Две седьмых Так Теперь Н равно нулю М равно единице Это будет Вектор 0 1 0 И наоборот Н М нули К 1 Это будет Вектор 0 0 1 Вот Три вектора Они Разумеется Тоже Задают решетку Интересно Что будет Если мы Посчитаем Определитель Такой Матрицы А Дайте Посчитаем Пока Конечно Не общая Теорема Хотя Если Немножко Подумать То В общем Случае Будет Ровно так же Но Посчитать Наверное Я Сразу Семерку Выношу Это будет 1 7 И вот Какая Матрица 1 минус 4 минус 2 Здесь 0 1 0 И 0 0 1 Как интересно Получился ответ 1 7 Вообще Это всегда будет Так Всегда Определитель решетки обратен к определителю сопряженной решетки.